Лиза, скажи, пожалуйста, где мы с тобой находимся сейчас? Мы сейчас находимся в моей бане, у меня на даче. Скажи, когда ты её построила, сколько времени это занимает и дорого ли это? Я где-то в середине февраля решила, что я всё, не могу, хочу баню, и нашла по отзывам человека, который их строит. Мы с ним созвонились, на следующий день он уже приехал ко мне, мы нарисовали всё, что нам нужно было, мне всё посчитали этим же вечером, озвучили сумму в размере 100 тысяч рублей, ну, это дорого для нас. Вот, ну, средняя зарплата у нас примерно 45-50 тысяч, вот. Это значит, что нужно, это нужно почти год работать, чтобы... Ну, и не есть ещё, примерно, как бы, да, но у меня зарплата чуть побольше, вот, и, как бы, ну, я могла себе позволить баню. И долго её ставили? Начали мне её строить где-то... Короче, мне её выстроили за три с половиной недели. А, понятно. Достаточно долго. Нет, три с половиной недели это прямо достаточно быстро. Ну да. То есть здесь пока вколотили сваи, здесь сваи, как вколочены, как вот, когда дом строят, их также вколачивают, здесь было так же, причём строили зимой. Зимой? Да, 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 зимой строили. То есть к моему дню рождения, ко второму апреля, уже было как раз готово. Хорошо, и что здесь есть, как оно работает, всё это? Здесь у нас есть комната отдыха, вот здесь есть у нас софа. Её планируется поставить вот сюда, чтобы ты вот так вот сел. Здесь мы хотим повесить на той стене полотно, и здесь будет проектор. И здесь можно будет лежать и смотреть фильмы, и петь караоке, караоке даже пить, чай пить, да, да, чай пить. А вот, а вот эта печка, это там... Это топка. Топка. Да, как она работает. Да, мы закидываем дровишки, она не горшая, вот, и она топится, и в общем нагревает, да, нагревает трубу и бак с горячей водой. Я тебе предлагаю пройти внутрь, на красивые мои двери. Красивая дверь, да. Вот. А это что за место? Помывочная. У меня баня-баня. А что здесь будет? Здесь будут лавочки, чтобы на них поставить тазики. Здесь будет полочка для всяких кремушков. Маленькие окошечки нужны для вентиляции. Да. Вот. Что еще? А это что за кран с водой? Это кран с горячей водой, то есть вот отсюда идет горячая вода, она прям кипяток. То есть здесь можно переодеться? Нет, это конкретно помывочная. Переодеваешься ты в комнате отдыха, то есть, грубо говоря, предбанник это комната отдыха. А, это там. Да. И пойдем. Моя красивая дверь. Да. Стеклянная. Угу. Вот. Вот там парилку. Ох. Так, здесь у меня огромная парилка. Угу. Вот, то есть можно лечь вот так, полежать. Тебя могут постучать вениками. Это сама топка, то есть вот тут прям даже труба красная. Угу. Вот, сюда подкидывается водичка, здесь бак с горячей водой, то есть она туда заливается и, в общем-то, кипятится. А температура какая здесь? Потому что сейчас нормально еще очень. Сейчас, наверное, градусов 45. Так, а до скольки можно максимум? Ну, я не знаю. Вообще... Ты любишь так? Я люблю градусов 60-70. Банщики говорят, что 60 градусов вполне достаточно. Должна быть хорошей вентиляцией. Я уже начала... Ух, уже жарко. Да, пойдем, выйдем отсюда. Так, выходим. И я хочу узнать, скажи, пожалуйста, какая у тебя традиция парилетная? Ну, какая? Мы идем обычно в баню вечером, да, то есть чтобы после бани там попить чай и просто лечь полежать или там поспать. Иногда приезжаем с друзьями, то есть шашлык, все там поели и тоже пошли в баню. То есть заходим в баню, сидим, потеем, болтаем. У нас еще есть шапки. Так. Шапки, шапки банные. Да. Давай наденем. Это моего мужского человека, это моя. Можно, да? Конечно. Это нам друзья подарили. Шапки. Вот такие шапки, это для того, чтобы не напекало, не напекало голову в парилке. Да? Да. Он голову может напечь? Может напечь голову. Так, нам идет с тобой. Да, очень идет. Так, и скажи, люди обычно, когда в баню ходят, пьют там чай, алкоголь, что обычно пьют? Ну, вообще лучше пить чай горячий, вот, желательно травяной. Алкоголь лучше не пить? Алкоголь лучше не пить, кто-то пьет, но это, во-первых, очень вредно, это нагрузка на сердце дополнительная. И после даже бутылочки пива в бане, ну, девочки у меня ходили, тяжело очень. Тяжело. Так, так, что не совместно. Есть некоторый ряд заболеваний, с которыми нельзя ходить в баню. А вы мальчики и девочки вместе? Мы когда как? То есть мы обычно берем тонкое полотенце, оборачиваемся и сидим. Если как бы надо попариться, да, то обычно как бы голый паришься, именно веником стучишься. Либо ты в купальнике с кем-то. Ну, если мы с молодым человеком идем, то мы как бы, да. А веники для чего? Веники из чего они тебе березовые? Веники у меня березовые есть. Можно крапиву запарить, она перестает колоться, когда ты ее обжигаешь горячей водой. Есть дубовые, есть вообще всякие разные. Из хвои не рекомендую. Вот. Они запариваются кипятком, который там греется в ветре. И потом они там настаиваются, там, не знаю, минут 15-20. Ну, мы так делаем. И потом эту же водичку ты плещешь на камне. А еще можно в водичку добавить эфирное масло. И будет вообще... Это очень полезно для дыхательной системы, для всего. Вообще, раньше в старину каждую неделю ходили в баню. Есть мнение, что при высокой температуре, очень высокой, раковые клетки погибают. Вот. Соответственно, баня, да, это такое, как эликсир здоровья. Как ты себя чувствуешь после бани? После бани ты себя чувствуешь, как будто ты себя развернул наизнанку, постирал вместе с душой со своей, и завернул обратно, и вышел, и заново родился. Ну, примерно так ты себя чувствуешь. Ну, ты сегодня это ощутишь. В бане мы стираем душу. Да. Значит, это хорошо для кожи. Да, потому что поры открываются, мы берем с собой скрабики всякие. И у меня очень жесткая мочалка, я люблю мыться жесткой мочалкой. Вот. Прям, ну, для кожи очень хорошо, на самом деле. Вообще, для всего. Если еще ты чай с мородиной заваришь, то вообще пушка. А в баню можно ходить в любое время года? У тебя какое любимое время года? У меня любимое время года лета. Потому что я стараюсь уезжать на дачу и жить на даче. В общем-то, в бане, да, ты можешь ведь не только париться. Ты можешь быстренько затопить, вода нагревается, и ты можешь просто помыться. То есть, так как на даче у нас нету ванны или душа, то это хорошая альтернатива, чтобы не ездить в город каждый день, да, и не мыться в городе. Понятно. Вот. А вообще, особо суровые мужики, они моются зимой и после этого прыгают в снег. А еще очень ценится, если дачный участок стоит на берегу реки и ставят бани прямо на берегу реки и прямо из бани прыгают в реку. Я так делала, мы ездили на базу отдыха, это тоже очень классно. Перепад температуры вот этот, он закаляет организм. Вот. И если это делать на регулярной основе, то это тоже очень полезно для организма. Ну что, идем в баню? Идем в баню. Спасибо.